Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Друзья, приветствую всех! Благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. Сегодня вот на утренней молитве я здесь, в Туле, в таком скверике, в парке Пушкина. В конце 19-го столетия, к столетию со дня рождения, был открыт вот такой памятник Пушкину. И сегодня молюсь, благоставляю Бога Всемогущего, благодарю Его за все. Молюсь о всех вас, дорогие друзья. Отдельное спасибо всем, кто молитвами и финансами участвует также в моем служении, поддерживает руки, как говорится, мои в служении Господу. Особая вам благодарность сегодня и молюсь сегодня за вас во имя Господа Иисуса Христа. И о служении нашим реформаторском правоославном служении, таком евангельском правоославном служении. Молюсь за всех наших священнослужителей, за церкви и об открытии новых церквей и в России, в Украине, в Белоруссии, в других странах бывшего союза, бывшей империи российской и в других странах мира. И, конечно, молюсь за все тело Христовое, не только за православие, молюсь за все тело Христовое, за все христианство. Потому что действительно желает кто-либо или не желает, согласен с тем, кто-либо или не согласен, но церковь Иисуса Христа, она едина и она одна. Господь создал свою церковь, и врата ада не устоят перед ней, не одолеют ее. И это истинно, это правда, действительно так, дамы и господа, братья и сестры. Церковь одна, и хотя много конфессий, конечно, много разных течений, направлений, много разных помест на церкви, как и много вообще верующих, миллиарда верующих на этой земле. Но и у каждого свое, свой Бог, будем так говорить, свое понимание Бога, свое, своей теологии, порой, значит, своя идеология и прочее, прочее, прочее. Действительно, потому что мы все разные, мы уникальны, каждый из нас уникален, но для каждого из нас есть у Бога Слово, есть, каждому из нас есть его любовь, его сердце открыто. Вот, это замечательно, слава Богу. Аллилуйя. Благоставляю церковь всю, поэтому благоставляю сегодня все тело Иисуса Христа, потому что мы по милости Господне живем в эпоху третьего храма. Первый храм мы знаем из Писания, как он был построен, потом по грехам нашим был разрушен, увы. Эта трагедия в Библии описывается очень подробно, детально. Это причина этой трагедии, и это очень страшный урок для всех верующих на все времена. Поэтому, перечитывая Библию, мы, конечно, и умиляемся, и восхищаемся, и порой содрогаемся, и стрезвляемся. Знаете ли, действительно, но затем было покаяние, возвращение народа, тшува, то есть возвращение к Богу, в первую очередь, конечно же. Возвращение в Эрес Израиль, землю Израиля. Восстановление храма, ну, уже мы называем это вторым храмом, потому что это было уже, собственно, на месте первого храма, но это был уже второй храм. Хотя это был один и тот же храм, по сути. Вот, но старики, которые, конечно, еще пацанами застали тот первый храм, плакали. Потому что ни в какое сравнение он не шел с тем, что было когда-то при Соломоне построено. Но, как говорится, не в раз Москва строилась постепенно, постепенно, поэтапно. И ко времени пришествия Машеха, ко времени уже, как мы говорим, нашей эры, Рождества Христова, к этому времени второй храм, он уже сиял. Он был великолепен, он был прекрасен, он был украшен, потому что, действительно, там тонны, золото, серебра, меди, все это, как бы, для украшательства храма было пожертвовано. Конечно, не совсем это было благочестиво, но это уже отдельная тема. Даже среди таких набожных, искренних иудеев того времени были и есеи, которые искренне гнушались уже отступничеством вот этого уже тогдашнего священства и, собственно, храма, разорения его. Внешне он процветал, но внутренне он был уже, как Машех сказал, вертеп разбойников. Вот, собственно, вот это было очень печально, что вместо дома молитвы, запланированного Богом для всех народов, он стал вертепом разбойников религиозно-мафиозной коррумпированной структуры, клакой, такой, знаете ли, гнездилищем всякого нечистого духа. И это весьма печально. Машех радикально пошел даже на очищение этого храма. Он пришел и устроил такой погром, переворачивал эти столы и сказал, не делайте из дома отца моего вертеп разбойников, он из дома молитвы. Но глухи были и слепы люди в большинстве своем. Вот, ну, увы, эта история второго храма, она печальна. Также Машех сказал, что камни на камне не будет оставлено, что все будет разрушено, и действительно так оно и произошло. А через 40 лет после того, как Мессия это сказал, это все произошло. Слова Машеха исполнились буквально через 40 лет, ровно через 40 лет. И камни на камне не было оставлено. Римские оккупанты, придя, разрушили все. И действительно, слова Христа исполнили, даже сами того не подозревая, слова Господня, слова Божьи. И храм был разрушен. Разрушение его описывается уже в исторических книгах. Вот, об истории второго храма мы немного знаем из Талмуда, других исторических еврейских писаний, и из христианских некоторых писаний, и римских, в общем-то, античных. То есть, об истории, в трагедии второго храма, кстати, Людмила Плетт, не, нет, тоже, Эллен Вайт, извиняюсь, да, вот, Адвентистов, вот такая вот звезда героическая такая вот, она писала в Великой борьбе, книга Великая борьба, рекомендую очень, для прочтения, там это очень четко описывается, очень так живописно и очень так эмоционально, знаете ли, описано. Вот, и, конечно, трагедия второго храма, она страшна, но, но, Алеш, господа, у нас есть слово Божье, Новый Завет, Брид Хадаша, новый договор, и в этом новом договоре говорится о новом храме, в эпоху которого нам посчастливилось жить. В то время, когда еще храм тот, второй, он еще не был разрушен, ну, де-факто, де-юре он уже, приговор уже был произнесен, уже, все, над ним. Машиак сказал уже слово свое, Бог провозгласил слово через Инишуа для того поколения, но он еще стоял, хотя завеса уже разорвалась в момент распятия Христа, и, знаете ли, страшная трагедия там произошла, а позже было и полное разрушение храма, но храм еще существовал, вот, завесу возобновили, восстановили, служение священники, еще на протяжении сорока лет после смерти и воскресения Машиаха они продолжали уже никому не нужное совершенно служение религиозное, и Бог всемогущий отказывался, Иегова, Бог Авраама, Исаак и Якова отказывался принимать жертвы, значит, в этом храме и не принимал их. Об этом, кстати, в Талмуде очень интересно написано, в разделе Йома, Йом Хакикурим, огни искупления, судном дне, как вот в русском языке обычно говорим, судно-день, вот, и говорится в этом разделе, что Талмуда, что последних сорок лет, перед тем, как храм был разрушен, были страшные знамения там происходили, вот, и, наверное, самым страшным было то, что на Йом Кипур, вот, на этот день искупления, покрытие грехов, Бог не покрывал грехи, Бог не принимал жертву. И одно из знамений для священников было то, что нити и лоскутети белоснежные, пропитанные кровью ритуально обескровленного козленка, они не становились белоснежными, они оставались кровавыми, это было знаком непрощения. А если Бог принимал, соответственно, то они становились белоснежными, выбелялись, как били, человек не мог на земле выбереть. Вот, из Исаии брали эти слова буквально священники и таким образом проверяли, принял ли Бог, удостовериться надо было, одним словом, людям религиозным, принял ли Бог жертву своего народа. Но в последних сорок лет не принималось. Там даже говорится, интересно, три раза по сорок. Сорок лет мы приехали, Шимони, Цадики, праведники, Симони. Каждый год эти окровавленные лоскуты становились белоснежными. Сверх, естественно. Затем говорится, что потом сорок лет было неопределенности. Временами да, временами нет. Но дальше говорится, что последних сорок лет, перед тем, как храм был разрушен, никогда Бог Всевогущий, Яхве Элогим, не принимал Бог Авраама, Исаака, Якова, Баруха Шем, благостовенное имя Его, не принимал жертвы. Потому что на кресте совершилось искупление наше, дамы и господа. Потому что грехи всех нас, евреев, неевреев, всего человечества истрадавшегося, все наши планеты, Бог взял на себя. И ранами его мы исцелены, прощены, благоставлены. Слава Христу, слава Господу. И, дамы и господа, но в то время, когда храм еще это существовал, второй, апостол Павел писал к Ринканам послание своем. В первом своем письме, 3 глава, 16 стих. Разве не знаете, он пишет, что вы, храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Мы, теперь, храм Божий, и Дух Божий живет в нас, верующих. Это есть храм третий, самый благословенный из всех. Величайший храм всех времен и народов. Величайший храм из живых камней, фундаментом которого является сам Ашиах, сам Христос. Ибо никто не может положить, выше пишет Павел тот же в 11 стихе, в третьем, в том же самом разделе первого своего послания. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, Богом самим, дамы и господа, братья и сестры, положенного. Это основание сам Иисус Христос, Иешуа Машиах. Сам Машиах стал фундаментом, основанием величайшего храма. И он же есть купол этого храма. Глава церкви написана Христос Иисус Иешуа Камашиах Иешуа Машиахейну. Аллилуйя. Он есть главой, является главой церкви. И да и вся церковь, этот храм святой в Господе, он является его телом. Это его живой организм, живое тело, где каждый верующий, это как клеточка в этом огромнейшем организме, как живой кирпичик, камешек в этой стройке тысячелетий, стройке уже двух тысячелетий. Слава Господу Христу! Дамы и господа, братья и сестры, возлюбленные, любимые, Божьи детки, дочечки и сыночки небесного папочки, братья и сестрички, благоставляю всех вас. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, Добротит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас, братья и сестры, дамы и господа, возлюбленные. Святой храм в Господе, Третий храм. История Третьего храма, она также полна, конечно, и величия, с одной стороны, но и трагизма с другой. Прекрасного и ужасного взлетов и падений, деформации и реформации. И двухтысячелетняя история христианства, она действительно полна всем этим. Я Бога благодарю за то, что на протяжении последних пяти столетий мы живем в эпоху Великой Реформации, то есть покаяния, исправления церкви, восстановления, возрождения храма Божьего, потому что за многовековую эпоху Великой Деградации, деформации Третьего храма, извиняюсь, тела Иисуса Христа, Третьего храма, за эпоху многовековую Великой деформации Эта стройка тысячелетий она казалась долгостроем и вообще может даже со стороны казалось проще снести это все и заново что-то строить, но нет, Божье обетование, что врата ада не одолеют ее и больше того не устоят перед ней вот так в оригинальном тексте вот так вот братья и сестры да удивительно и пять столетий назад чуть больше тому закипела вновь работа на строительной площадке и на сегодняшний день за этих пять столетий мы уже видим очень много библейских учений было восстановлено именно происходит шва реформация возвращения к Богу возвращение к изначальному Божьему проекту этого Третьего храма это прекрасно друзья мои дамы и господа и сегодня мы живем в эту эпоху Великой Реформации да дамы и господа благословляю всех вас во имя Господне об истории христианства я буду проводить семинар значит и об истории Третьего храма деформации и реформации истории антихриста будем так говорить духа антихриста в церкви и Христа духа Христова в церкви позора церкви и величия церкви обо всем этом буду говорить получается остается месяц сейчас я готовлюсь к этому проекту буду записывать полный курс истории христианской церкви истории христианства истории Третьего храма ну я буду конечно безусловно говорить немного в начале и о Первом и Втором храме библейские истории иудейские значит книги буду открывать христианскую историю древнюю об истории Второго храма литературу буду использовать различную и мусульманскую иудейскую и атеистическую и в первую очередь конечно христианскую тоже различную католическую православную протестантскую вот так что это будет очень серьезный курс уже сейчас молюсь об этом и прошу ваших молитв и также по возможности участвуйте также не только молитвами не только словом но и делом финансами вы можете участвовать в моем служении и участвуйте пожалуйста это очень важно здесь в России если вы живете вы можете пополнять номер мобильного телефона 915 780 48 74 еще раз повторяю запишите обязательно даже если вы сами не в России живете но у вас кто-то в России живет из ваших друзей знакомых которые хотели бы принять участие в моем служении посильное участие хоть 10 рублей 100 рублей 1000 рублей любая сумма все в дело божье пополняйте этот номер другие возможности есть под этим видео не поленитесь откройте скопируйте разошлите с вашим вашим друзьям еще раз повторяю мобильный номер российский 915 780 48 74 если вы в Украине живете то или же ваши знакомые живут в Украине то пополняйте мобильный номер Киевстар 096 96 2 6 6 096 96 2 6 6 75 096 до встречи и сам семинар кстати будет писаться и если технически получится то делаю как раз в трансляции трансляции на моем канале Ютуба а также по милости Господне я думаю получится также сделать автоматически трансляцию на Фейсбук вот ну и в других социальных сетях ну на Фейсбуке точно на своей основной странице пока не планирую вот так вот хорошо друзья благоставляю всех вас паки и паки из города Тулы с парка сквера Пушкина Александра Сергеевича до сутренней молитвы Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев реформаторская православная церковь Христа Спасителя мир всем вам шалом Аллилуйя